Приветствую вас, и базовое доверие можно выстраивать с любым взрослым, которого вы считаете достойным для этого, но только лишь с небольшой оговоркой. Оговорка заключается в том, что сами доверительные отношения между вами желательно строят на самостоятельной основе. То есть на том основании, что вы хотите доверять именно этому человеку, а не потому, что у вас нет доверия с мамой, и вам это доверие нужно. То есть, чтобы вы строили отношения с человеком, а не с самой собой через человека. Это очень важно для того, чтобы выстраивать полноценные отношения. Ведь если у вас есть, допустим, обиды на свою маму, то эти обиды вы будете переносить и на взрослого человека тоже. Это очень важно, ведь взрослый человек эти обиды не оценит. Поэтому вам, для начала, не нужно выстраивать доверие к своей маме, но поговорить с ней уже сейчас, когда вы взрослая, очень даже нужно, чтобы лучше ее понять. Чтобы понять, почему у вас с ней не получилось выстрелить доверительное отношение. Чтобы понять, что он решал ей относиться к вам лучше, и вам относиться также к ней. По возможности прояснить ваши проблемы личные. По возможности выявить некоторые, значит, одногласия, по поводу которых вы пришли бы к определенному компромиссу, чтобы ваши отношения хотя бы были позитивными. Чтобы вы хотя бы друг друга поняли. Чтобы вы поняли, чего хотела ваша мама. Получился или не получился этот же вопрос другой. И чтобы мама поняла, чего хотите вы. Опять-таки, получился или не получился этот вопрос другой. Важно, чтобы не было переноса, переноса на взрослого человека, не удавшихся отношений с вашей мамой. Чтобы вы не воспринимали взрослого человека, как еще одного родителя. Потому что тогда вы будете вести себя с ним как ребенок. И если с мамой такое поведение приемлемо, естественное и понятное, то взрослым человеком в лучшем случае вызовет недоверие. В худшем разрыв отношений. И в этом контексте, отвечая на ваш вопрос конкретно, можно сказать, можно выстроить доверительные отношения взрослым без построения аналактичных с мамой. Но без решения, или хотя бы нахождение какого-то компромисса в ваших отношениях с мамой, без этого нельзя гарантировать, что ваше отношение со взрослым человеком и с любым вообще будет удачными, успешными, хорошими, продуктивными, пленотворными и так далее. И вот именно поэтому так важно сперва проработать ваше отношение с мамой, пересмотреть их через имеющиеся призмы вашего опыта, ведь вы сейчас уже взрослая, чтобы понять и не иметь никаких обид, не выраженных, не реализованных на ни в чем не повинного человека. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Спасибо. Спасибо.